Ну, видно, а нет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Здравствуйте. Так, слушаю вас. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Меня зовут Александр. Я вам уже как-то звонил, куда-то назад, наверное. Да-да. Я из Ригы. Я из Ригы, сладкий. Я помню. Ну, вот у меня появились вопросы к вам, чтобы вас звонить. Хорошо, говорите. Ну, вот как я вам уже раньше рассказывал, мы ходили к пятидесятникам, да? С мамой и с бабушкой я живу, мы вместе ходили к ним. Но мы к ним больше не ходим. Я пошел в православную церковь, и меня батюшка присоединил в православную церковь. Ну, и к нам они вот эти вот, с пятидесятниками продолжают вот к нам вот приходить. Само и меня винить, что я как-то из-за меня моей мамой и бабушкой не идут к ним. Хотел у вас еще спросить, вот с обеда, как это мне, что им отмечать как-то в 100 классе. У вас микрофон где-то далеко или близко, что-то так бурщит. Попробуйте так. Измените расстояние. Так, ну и вы же вольны в своем доме. Они приходят. Ну и что, они придут? А вы откажите, скажите, больше не приходите. Все. Что они будут? Окна ломать будут или что? Я это не понимаю. Как вы же человек? Четко, ясно скажите, я из ереси вышел и назад туда не пойду, потому что там ничего мне не светит, кроме как гибели. Христос церковь создал, а не секты. Придумали динаминации, конфессии. Это дьявол прикрыл слово ересь. Так что больше ко мне не ходите. Зачем? Если желаете, примите православие. Вот церковь, идите к священнику. Там спасение, а не в ваших отдельных где-то обществах. Все. Вы им ничем не дожили. Если дожили, там деньги брали, что-то отдайте, и все. Чтобы больше не приходили. У меня еще вопросы пописать в один день. Давайте. Матхея, 17 глава. С 19 по 20 стих. Когда ученики приступили к Иисусу наедине, и сказали, почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал, можно, по неверию в вас. Иисус же сказал, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в горчичное зерно, скажете, горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Вот мне как бы возник вопрос такой. Это можно как бы отнести тоже, если у меня есть вера большая, и вот человек какой-то близкий болеет, или еще, то я могу его как-то исцелить? Или на это тоже нужна как бы Божья вода? Видите, вера одна для спасения дается, верить, что Иисус Христос является Сыном Божиим, второе лицо во Святой Троице, и Он умер за наши грехи. Это одна вера. Другая вера чудодейственна, когда человек сказал, и вода превратилась в вино. Это вера чудодейственна. Такой веры у меня нету. У меня есть, это вера двух видов. Люди-то этого понять не могут. Скажи, горе сей, да я буду хоть сто раз говорить, у меня даже вот я молюсь, а то у меня четкие, они у меня с места не сдвинутся. Не то, что там куда-то. Поэтому надо это разбирать. Да на веру вам или нет. Кто-то болеет. Мне все время звонят, кто-то где-то болеет. Помолитесь. Я знать не знаю, я молюсь. Обрати его Господи. Если угодно тебе, дай ему здравие. А нет, приготовь его к исходу из этой жизни. Вот и все. Я волю-то Божию не знаю, кому сколько назначено жить. Я никогда не думал, что я доживу до этого возраста. Я никак. Тем более, у меня биография-то какая, там тюрьмы, да и все, холодильники. А вот и живу 78 уже. Нынче будет 79, считай, уже даже при крепости 80 я вплотную уже подхожу. Ну, значит, Бог усмотрел что-то. Люди многие просят, молятся, чтобы Бог продлил мне жизнь, что им полезно. Нынче как-то много людей пришло из сектантов по нашим ресурсам. Свои смотришь, вот даже из свидетелей староживой башни, они Юговы называются, из других сект. Как-то приходили раньше, там один-два, а тут целыми семьями. Мы, говорят, вот пришли, сейчас еще пять человек пришли, даже пятидесятники. Ну, Богу угодно. Нашего там ничего нету, это благодать Божия. Это наша миссия, когда мы Ему доверяемся, и миссию эту совершает Дух Святой, не мы. А как я... Ну, написано и написано, буквы есть буквы, а она считает, у него в голове это все так складывается, что он погибший, что его обманули. Ему надо вернуться домой. Домой это в Христово-Православную Церковь от апостольских времен. А они-то откуда возникли-то? Сто, двести лет, их никогда не было. Это все сатана придумывает, не человек. Это масоны сделали, чтобы церковь раздробить. Ну и молимся, молимся мы, как Бог даст. Я вот нынче, в прошлом году была у меня, нога внезапно, сидел, встал, и наступить не могу. Так тут, со всех сторон, там и врач приехал, и скорую прислали. Ну, я никуда не поехал, и ничего не лечили. Ну, согласился, пошел, обследовали, ничего нет, врачи не определили. Я пришел, помолился, и у меня все исчезло. А то даже ногу задеть нельзя было. Ну, у меня ноги-то какие-то, а мы простуженные, может, где-то ударил. Нет, не ударил. Ну, прямо вспыхнула нога, как будто бы это... Из-за стула стал вставать, и прям падаю, не могу наступить совсем. Ну, ничего, Бог потревожил меня, и усилили молитву, истинные друзья ближе стали. Так что, если можете, молитесь, кто там есть. А то, что я буду возлагать руки, там еще что-то, то у нас лежит крест один на книгах, ну, священнический. И мне, видимо, принесли его, где священников расстреливали, видать, у священника какого-то был крест. Я так догадываюсь. И каждый подходит, берет, и у меня глаз болит, я глазу приставлю, помолился сюда. Другой берет, там что-то у него поясница, пришел, опять положил. Никто нет, а каждый сам поверит, а где-то. Один приехал, у него там тромбоплебит какой-то, на ноге в вены вздулись, операцию делать. Он взял этот крест, приложил только, и уехал. Звонит там через сколько, дня два прошло, говорит, у меня все исчезло. А это операция, ну, мешательство, операбельное только были, эти страдания его. Ну, вот так Бог делает. У нас лежит крест священнический такой, сверху который, вот такой крест. Ну, а это нет ничего, так святой водой. Вот у меня какие боли были, я каждый день, вот в поездке были, святой водой, с молитвой-то, и смотришь, опять прошло. Я вообще лекарства не пользуюсь, но бывает иногда, вот ехал дорога, и необходимо было глаз закапывать, потому что я его задел ногтем, и порезал, инфекция попала. Почти два года болела. Я сейчас, почти все прошло, брал небольшие, там дали, мазь такая, чтобы пленку эту, как бы убрать. Ну, она наплывает. Сейчас еще и нету, как будто никогда не было. Это Господь дает, Господь и убирает. Вот так. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Евреям, 7 глава, с 1 по 3 стих. Ибо Белхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Абрама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Абрам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющие ни начало дней, ни конца жизни, подавляясь Сына Божьего, пребывая священником Матюна. Это непонятно. А что непонятно? Какое место? Ну вот, что он без отца, без матери, без начала дней, без родословия. Ну, его нет биографии. Нету. Обычно там родился, такой царь Сах родился, был, женился. А от этого ничего. Вдруг появляется он во зрелом возрасте, первосвященник Бога Всевышнего. И нет конца. То есть он как бы неизвестно, где умирает. Он как прообраз Христа. У Христа нет начала по вечности и нет конца по человечеству. У него есть начало и конец. И он к этому апостол Павел и прилагает. Это был прообраз, а никто и не знал. Это событие обыкновенное, как будто Баврам возвращался, и ему встретился царь Салима. Салим, мир, шалом, говорят. Ну, у них буквы другая. А мы от греков получили, они исказили слова, у них буквы Ш нету. У нас по-другому звучит. Это Иисус, а у них Иешуа, у их Ш больше. Ну, вот так. Он ему дал и говорит, Салима, царь мира, а Иера, это священный, как священник. И он соединяет эти слова. Вот вас Александр звает, значит. Вы посмотрите, что это имя означает, знаете? А вы откройте даже в Википедии, зайдите в Google, зарядите. Это интересно назвать свои имена. Вот я знаю, Игнатий, греческое имя, и оно переводится неизвестный, неведомый. Но у него есть и с латинского, огненный, пламенный. У меня все сошлось. Вот разговаривает иногда с людьми, а я не пойму, вы то ли православный, то ли католик или баплист, смешно даже. Ну, видишь, я изображаю крестное знамение, вот, я молюсь, православная церковь, причащаюсь, приезжает нам архиерея, митрополит, московского патриархата. Мы свои все. Вот, а человек не знает, до него я неведомый. Почему? Я говорю сокровенное, как вот Фудель говорил, он такой пилософ был, можно сказать, в советское время, Сергей Иосифович. Он три раза был арестован, и он говорит, я сожалею, что я бесплодный. А вот три дочери было. О чем речь идет? Он не образовал ни одного кружка. Он не пошел на миссионерскую работу. Ему нельзя было двинуться никогда. Он каким-то счетоводом, бухгалтером работал. Но мысли подавал дельно, он видел недостатки. И вот об этом говорит Блюм, митрополит Антоний Штурожский, что одно христианство, мы знаем православие, какое оно должно быть собором, и другое, которое мы видим, и оно не сходится, оно сильно разнится. Я об этом постоянно говорю. Но я говорю не просто так. Говорю. Но мы все выполнили, какие стояли задачи. Люди умеют говорить сегодня. В России погибло, у меня устаревшие данные, теперь больше цифр. 21 тысяча поселений, сел. Ну, пустырь. Все знают, там кладбища заросли. А мы взяли официально, получили землю. Краевой совет это все вырешил заново восстановить Потеряевку. И мы уже 26 лет здесь находимся. И что было поставлено? Может поселиться, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И от этого мы не отступили. Вначале строить храм, школа, электричество, интернет работает, школа государственная. Учителя все верующие. Везде таблички ставят на территории деревни, курить запрещается. Ну, такое вот. Вот это уже надо работать. Люди разные, теперь как одна рука, пальцы все слушаются. А просто так сидеть дома, это, говорит, на теплом клозете, в туалете, это можно... Но меня нападают. Ну, вчера я... Ну, матерятся, прям матерятся по-черному. Там и на 3, и на 5 буквы, какие угодно. Ну, я вчера попросил, у меня со мной живет Никита Колесников. Я говорю, посмотри, сколько там было, которых пришлось донести, заблокировать. Он посмотрел, 3200. Это у меня врагов 3200. Но я посмотрел, сколько полк. Полк 1500. Два полка. Два полка военных на мне задействованы, врагов. Но, друзья, еще больше. Еще больше. 10 миллионов только просмотров. Подписчиков уже 10 тысяч. 11. Ну, так что 11 и 3000. Значит, врагов намного меньше. Так это подписчики, а заходят, ну, если 10 миллионов, это ясно, что намного больше. Это естественно. У Христа были враги. И, говорит, горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Гнали меня, будут гнать и вас. А у них ничего нет. Мы попросили показать, как у нас завтра, с чем обедом. Ой, они как голодная стая набросились. Крещат. Вот собираем ягоды с детьми. А, секты расплодились. Какая секта? Ягоды дети собираются. Там взрослых-то нет. Ну, злоба дьявольская. Только молимся, Господи, не вминим во грех на суде Божьем безумие их. Они не знают, что творят. Так что на все надо смотреть как-то полегче. Ну, сказал там, есть такая пословица у русских, наплевать да забыть или брать на вороту не виснет. У них ничего нет, это у нас есть. Есть у нас. У нас селение. Я начальник, создатель детского лагеря, 45 лет. Без помощи государства тысячи детей отдохнули с родителями. То есть, у нас совершенно другие условия в лагере, чем везде. Тем более, наши ролики, я выставляю, 9200 роликов наших. Наших только. Но что такое ролик, это вот мы говорим, это один. А-то 9200. И люди находят для себя распределенно, они по папкам, там отдельно церковь, отдельно там путешествия, миссионерские поездки, ну, в церкви-то молимся где. Легко находить. А у них-то они кричат, у них ничего нет. У них даже ник, аватар, это свое имя прячут. Если ты Александр, ты так и заходишь. Фотография. Ну, что тут говорить-то, перечислять. Дело в том, что нам Господь не обещал, что нам здесь будет все на блюдечке с каемочкой. Раз они нападают, это значит, на правильном пути стоим. Раз они ругаются, ясно, это люди мира сего. А почему они такие злые? Леонов говорил, тогда был артист, он говорит, ну, почему злитесь-то? Потому что победить не можете, вы слабые. И думаете, я накричу, но матерюсь, и человек, вроде бы, сдастся тебе. Не тут-то было. Ну, они говорят, ну, ну, поносят. мерзость, даже нельзя говорить. Один тут, там, Саварбек Алмазов называется, из Караганды, Казахстан, нападает, где я там голова, он отрезает голову, там где-то находит, и там где-то блудит, он туда голову приставляет. Ну, я обратился тут в прокуратуру, они говорят, это не наше государство, написать можно. Мы написали туда, его как там зажали, и сразу оттуда пришло, чтобы все убрать. Он все убрал, и больше рта не раскрывал. Почему? Ну, можно было, но никакого конца не знают, он всякие пакости делал, просто мерзавец. Ну, ничего, все сразу утихло, мы можем иногда за себя заступиться. Почему? Ну, мы знаем, Иосиф, когда сидел, говорит, напомни фараону, я невинно страдаю. И Павел так же сидел, его освободили, требует суда кесаря. Так что, ничего в этом тоже нет. Я на месте сижу, а он нарисовал, ну, ко мне это никакого отношения не имеет. Так что, спокойно воспринимайте и сравните с Библией. Что нам Святая Библия советует? Держись крепко Христа. И не где-то в толковании святых отцов, в православной церкви. И ты увидишь, как у тебя круг расширится. Вот сегодня пришла одна женщина, и она там в храме, ну, говорила что-то где-то, я говорю, в храме и женщина не должна даже рот раскрывать. Ну, я ей сейчас материалы подготавливаю, скидываю, она сразу книги у меня выписывает, уже сегодня только познакомились. Ну, в книгах ты все там найдешь. Как образовать общину. У меня есть пособие по изучению Евангелия от Марка. Ну, как группа собирается, какие вопросы, чтобы была такая сплоченная группа. Желательно пригласить священника, ну, как правило, они не идут. Ну, тогда не все, батюшка, раз не идешь, мы свободные. А дальше старайтесь священникам везде помочь, если что-то делает, там, строит, может быть. Ну, вот так вот, и жизнь твоя и наладится. Вот так. Еще один вопрос. Да. Матфея 19 глава, 12 стих. Ибо есть скопцы, которые из чрева Материны родились там. И есть скопцы, которые раскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может внести, да и внести. Как говорится, это о монахах, или как это можно понимать? Это говорится не о физическом уродстве, что вот взял нож себя, как это было у Оригина, едва не умер, боролся с похотью, а женщина, думал, взял сам себя, скопил. Ну и, а в церкви есть каноны, в канонах написано, проклят человек, который уродует храм Божий, тело свое. А как? Убежденный. Бывает, человек родился, он такой, что ему, что женщины есть, что нет, он не женатый, он не нуждается, даже он не смотрит на них, у него нету. А другой такой, прям видно, что боевой, казак, лихой, орел степной. Но он себя смирил, решил быть один, для Бога послужить, как Павел, с семьей не обременять, это будете иметь скорби по плоти, мне вас жаль. Вот. Это люди, которые ему говорили, они его скопили, то есть проповеди. А другой сам считал, вник в это дело, и зачем мне это нужно? Жены непослушные, дети растут злые, их не дают воспитывать, и вина лисицы отнимают. Зачем? Когда их сколько беспризорных, тебе надо, занимайся ими. И он себя скопил. И один там, мало ест, мало пьет, ему плоть это все время смиряет, и все. Вот это означает, как бы убрать, устранить от себя похотение, оскопить, вырезать. Ничего тут такого нету, трудного. Трудно выполнить, а понять тут нетрудно. Но не физически, это категорически запрещает. Вырви глаз твой, если соблазняет. Ну и как у Лескова Николая Семеновича там был один сапожник, он глаз себе выкнул. Такое, если в житиях святых, один там пристает к ней, а в храм идет, он ей прохода не дает. Она говорит, и он пришел как-то, она говорит, приди на дом ко мне, юноша. Он пришел, а она на скатском станке, таки вот, и говорит, скажи, почему ты ко мне пристаешь-то? Ну, я же христианка, а ты язычник. Что тебя тут прессил? Вот они, глаза, я таких глаз не видел никогда. Там, говорят, Исионские озерки. А на какие мои глаза? У нее как этот щелнок был, она как ударила в один глаз, он в другой, и выбила оба глаза. Выбила совсем. Дальше она жила слепая, но церковь это запрещает. Но в житиях есть такое. Вырви глаз, то есть, кто для тебя был тот, кто через кого ты видел, как глаз, как ухо близкий, как правая рука, отсеки его и вбрось, если он тебя соблазняет. Сейчас начинает всякие глупости говорить, там вот, ИНН не принимать, то другое, иначе это сатана, шестерка, борется с шестеркой, а не с грехом. Определить, что это значит ИНН, щипирование разное, не продать, не купить, а ты продаешь и покупаешь, что ты дуришь-то? И вот храм, узнаешь, что храм имеет номер, но везде порядковый номер, страницы, книги, километры, документы. Нет, не должно быть, ну как не должно быть-то, когда им, мне-то я даже и не знаю, пошел, оказывается, там поставили, где у нас мы молимся, а сатана в мозги свихнул, и дальше что? А, так у церкви есть, я ходить не буду. Ну и все, полностью все потерял. Шутить не приходится, земля плоская, никакая она не шар, космонавтов нету, никто не летал, ну то есть конца безумия нету. Сатана захватил, и человек с каждым днем глубже и глубже погружается в преисподнюю. Его нельзя убедить, почему там сатана, дьявол. Он начинает говорить, глаза бешеные делаются, ну маленько так глянь, что с тобой делается, подойди к зеркалу-то, это же не ты, в каждом глазе по демону. Ну и все, мы встречали таких. Его нельзя убедить, только отойди от него, только молись и плачь. Он в самом начале не слушал, никого, советника нету, священника всех отверг, всех, патриарх там это сатана, то есть безумные слова говорят, за это отвечать придется, я говорю. А уж про Путина говорить не надо там это, что я могу на это сказать? Написано, не злословь, начальствующее, ты имеешь что-то о нем? Мы каждый день молимся, мы о Дональде, Трампе молимся, и за Барака Обаму молились, чтобы мир был в Израиле, у России, у Украины, Сирии, мы молимся об этом, там где война идет. Сейчас сегодня один написал, почему за Белоруссию не молитесь? Я говорю, я когда молюсь, перечисляю правителя Александра, Лукашенко, мы молимся за него, я ему книги подарил, от него благодарность получил, когда в Белоруссии мы были в Минске, там в Гомеле было, там мои книги, я проехал уже до Лиссабона, вы знаете, да, от Владивостока, и везде, дарил книги, 600 городов посетили, районных центров, Прибалтику, Скандинавию прошли, у вас Рига, город-то, вот в Риге, в самой центральной там библиотеке, такая огромная, такая, с выкрутасом, там мои книги все находятся, 38 книг, я везде ездил и дарил, я знаю силу, которую Бог заложил в эти книги, люди попадают к ним, они через книги обращаются, в заключение, человек делается другим, это Бог сделал так, моё, у меня не таланта на это нету, ничего, а Бог так сделал, благодать Божия, вот так, еще вот у меня такой вопрос, все апостолы, Петр, Павел, и вот остальные, все потом погибли в мученической смерти, а вот в каких источниках, в каких книгах можно это прочитать, где это все говорится? Жития святых называется, 12 книг, я сейчас выставляю жития, вы смотрите, Жития святых, они у нас есть, начитаны, а можешь загрузиться, в гугле взять, 12 томов, Дмитрия Ростовского, а я выставляю, вы наши ресурсы-то знаете, в гугле, это сказать, в ютубе, ну вот, я выставляю, сейчас с первого века начал, и вот-вот будут, Павла там его, начитаны голосом, аудио, ты включись, иди слушай, то есть я просил 37 лет, чтобы Бог дал мне помощников, у меня огромные склады материалу, 12 томов Златоуста начитанные, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория, ну 50 томов я насчитал, до ареста еще, ну а как их сделать, они в аудио, а как сделать, чтобы они стоят, и как на складе, на складе сложенное, и наконец, одновременно пришли 4 человека, они друг друга не знают, молитва достигла, и Бог сразу на 4 опустил, и они сами сказали, мы хотим вам помочь, и вот они за 2-3 месяца, буквально весь склад растащили, и я сейчас ставлю, каждый день ставлю, 10, 12, 13 роликов, каждый день, и чтобы прослушать за день ставлю, вот за дневное, это примерно 25 часов слушать, то есть даже сутками будешь слушать, тебе зараз, но потом будет поменьше, я там наши беседы с Александром Менем, что там Феодорит Кирский, Ветхий Завет толкует, Новый Завет, Иоанн Кронштадтский, там Фирина, Ефрема, это все выставляю, прямо зайдете, и сразу вы увидите, если бываете часто, так что там можете все узнать, а может не так, да кто его знает так, не так, других данных у нас нету, иногда говорят, да можно все написать, ну конечно можно, люди только не знают, как это записывалось, мы знаем такое, что у Климента Римского, у него было 6 нотариев, это писцы, которые когда кого казнили, они в толпе стояли, дьяконы, все запоминали, и приходя домой писали, а их когда допрашивали, там перед казнью, уже на шафоте стояли, там записывали свои, эти римские писы, но когда власть перешла уже к Константину, архивы остались, и теперь те архивы, которые писали, те, которые допрашивали, и те, которые и дьяконы писали, они один к одному, все так же, так что мы двойной имеем подстрахованный материал, абсолютно точно знаем, Петра распяли вниз головой, Павла отрубили голову, вот так, ну все, слава Христу, знаете, я хотел вас еще попросить, молитву упоминать, мою маму, бабушку, и меня, а вы запишитесь сейчас, вот здесь, под скайпом, а то у вас плохо говорит, что там булькает, прямо так, я с трудом догадываюсь, о чем вы говорите, я тут немного вам сброшу, наши ресурсы, чтобы вы там посмотрели, где что зашли, еще раз на сайт, можно там легко скачать, ну все тогда, да? Все, с Богом, храни вас Господь, да помилуй, ты спасет нас, во славу Божию, храни веру православную, прось, до свидания, можете отвечать, с профессионалами,